Лукашенко Лукашенко привезли на открытие банальный АЭС. Там он с изумлением выяснил, что А означает атомное, а не особенное. Лукашенко перевозбудился и вдруг взял, созвал покорную прессу и объявил Беларусь ядерной державой. Надо этого дурака отвезти на завод, где делают процессоры для компьютеров. Там его восторг возрастет, и он сможет объявить свою державу уже двухядерной. Вообще он немножко поторопился. По-настоящему ядерной, а также современной и свободной Беларусь станет, когда к ноге Александра Григорьевича прикуют ядро, как и полагается всем буйным каторжникам. С избранием умненького Байдена президентом Соединенных Штатов Америки появляется надежда на то, что усатый садист все-таки получит это украшение. Кстати, исход американских выборов забавный и необычайно сильно резонирует и в Российской Федерации. Великая держава, позабыв и о своем величии, да и о приличиях, просто обнажает свою абсолютную зависимость от того, чья задница утвердится на кресле овального кабинета в Белом доме. На всех этажах режима глубочайшая скорбь и острая боль. Жирик зовет проигравшего Трампа в компанию к Лукашенко, советуя не смиряться, бороться, разогнать эту чертову Америку ОМОНом. Пропагандон Шасимоньян, вероятно, несколько потеряв даже чисто географическую ориентацию в пространстве, заклинает Элочку Панфилову признать результаты выборов Байдена в США недействительными и снять всех кандидатов. А Элочка, недавно высидевшая яйцо всевластия для Владимира Владимировича, еще не пришла в себя и кандидата Байдена снимать с гонки отказалась. Соловьев в знак протеста против подтасовок в Мичигане собирается лопнуть в прямом эфире, забрызгав камеры и завесив лохмотьями плоти все приборы в студии. Из студии, оставляя кровавые следы, должны уйти только грустные коротенькие ножки Владимира Рудольфовича. Давненько, давненько госпропаганда не радовала нас такой сочной истерикой. Полное впечатление, что Байден стал президентом не Соединенных Штатов, а России. В общем, стало окончательно понятно, что Байден – это именно то, чего России и не хватало для полного счастья. Ну а пока президент Байден не инаугурирован, в России все идет своим привычным обычным чередом. В Москве у здания ФСБ в очередной раз распели очередного Иисуса. Это была эффектная акция. Под ногами распятого пылал костер с уголовными политическими делами. К сожалению, это были не настоящие дела, а бутафорские. Снятие Иисуса с креста и оплакивание его дубинками произвел экипаж патрульно-постовой службы. Затем распятого за руки за ноги унесли в неизвестном направлении здание ФСБ. Акция дерзкая, но, в общем-то, пустяковая. Тем не менее, Кремль и патриархия РПС почему-то страшно возбудились. Хотя, вроде выяснилось, что у этого Иисуса отчество точно не Иосифович, но к нему в темницу на мерцах с мигалками рванули представители РПС, которым патриарх Гундяев дал строжайший наказ. Не допустить воскресения этого типа, кто бы он ни был. Вскипел возмущенный разум и у Виталия Валентиновича Милонова. Он убежден, что единственное, чего не хватает России для полного счастья, это буденовок. В прямом смысле этого слова буденовок. Для достижения всеобщего благоденствия и национального согласия необходимо вернуть в армейскую форму буденовки. Такое вот неожиданное антроша проделал Милонов. Ему надо сшить персональную буденовку, пусть он наконец едет умирать за Великую Россию, желательно в окопы 1918 года. Подвиги ведь совершаются тогда, когда заняться уже вообще нечем. А артистка Маша Шукшина ушла в настоящие проповедницы, гремит веригами. Путем сложных теологических вычислений артистка выяснила, что у сатаны множество имен. Что, в общем-то, не секрет. Действительно, и Вильзевул, и Люцифер, и Вилиал. Но, оказывается, есть еще одно тайное, доселе неизвестное в мировой теологии имя дьявола. Это гамбургер. Вильзевул, Люцифер, гамбургер. А все, кто посещают Макдональдс, совершают сатанинский обряд. Причастие сатанинским телом, что совершенно чуждо православным скрепам и неминуемо погубят Россию. Западные СМИ вдруг подлиньким хором заголосили, что видят в речи и в поведении Владимира Путина все приметы болезни Паркинсона на ее первой стадии. Нельзя сказать, что все прям так высосано из пальца. Скандалисты ссылаются на авторитеты психиатрии. Кремль, как всегда, делает очень большие глаза над большими усами и клянется, что вакцину от всяких паркинсонов изобрел еще доктор Лаврентий Павлович Берия. Я паркинсонов давно от управления страной отстранили. Хотя паркинсон, в общем-то, ну что, дело житейское. Стесняться тут особо нечего. Возраст – штука безжалостная, одинаково ко всем. Если это так, то вместе с Меркель Владимир Владимирович может организовать Братство Святого Паркинсона, где в галерее почетных членов будет Маудзе, Дун, Гитлер, Рафат, Франко и еще множество политиков-паркинсонистов. Ничего оригинального, особо оригинального в этом нет. Если это действительно так, то даже как-то и лучше, так как многие события последнего времени перестают быть загадкой. Паркинсончик, кстати, не то чтобы лечится, но, по крайней мере, сильно смягчается. Самым надежным способом остается размещение в мозгу нейростимулятора. С виду такая жуткенькая, конечно, операция. Приходится, разумеется, трепанировать череп, проходить в глубину мозга, в субталамическую зону и устанавливать там такой мини-электроразрядник. Причем все делается методом тыка. Пациент в сознании, проводочки суют то туда, то левее, то правее, то выше, а пациент докладывает об ощущениях. Это как раз то, чего явно не сделали Меркель. Почему она, собственно, иногда и радует публику затейстой чечеткой, так называемым тремором, то есть крупной дружием. Вот, надеюсь, что мало связано с темой братства святого Паркинсона, но Владимир Владимирович Путин по итогам терактов во Франции опять заговорил о чувствах верующих. Действительно, самое время озаботиться о чувствах убийц и террористов. И почему-то он выразил уверенность, что миру в этом вопросе неплохо бы, наконец, объединиться. Вот очень плохо подготовился к своему выступлению Владимир Владимирович. Цивилизованный мир давно определился. Исследуя решения Венецианской комиссии при Совете Европы изъял из своих законодательств всякие наказания и привлечения за так называемое кощунство. Всякие чувства верующих остались только на территориях, избравших своему делу интеллектуальную деградацию или не имеющих никаких амбиций развития. Их список известен. Это Бангладеш, Нигерия, Россия, Афганистан и другие прекрасные страны такого же типа. У всех культов и религий есть одна небольшая проблемка. Она заключается в отсутствии Бога как такового, а также любых косвенных признаков его существования. Эта досадная мелочь, конечно, нервирует верующих. Правда, не всегда. Они сами уже научились мириться с этим фактом, но очень переживают, когда о нем узнают другие. Верующим кажется, что когда открывается истинное положение дел, то они со своими свечками, культом вяленых мертвецов и челмами выглядят немножко глуповато. Более того, самое смешное, что абсолютно все, что когда-то оскорбляло чувства верующих, в результате становилось гордостью человечества. Верующих оскорбляла астрономия, палеонтология, открытие аптек, электричество, рентгеновских лучей и даже гинекология. Нужно не о чувствах верующих вновь поднимать бессмысленный разговор, а вводить такое понятие, как религиозные преступления или преступления, совершенные под влиянием религиозных культов и галлюцинации. Если алкогольное и наркотическое опьянение считаются отягчающими обстоятельствами, то почему побуждение религиозного порядка, который точно так же, как алкоголь и наркотики, создают ЭСС, то есть измененное состояние сознания, выведено из отягчающих факторов. Это по меньшей мере нелогично. Несомненно, и в российском законодательстве со временем произойдут все разумные и логичные изменения в полном соответствии с решениями Венецианской комиссии. Байден в помощь. Главное, об этом договориться с товарищем Паркинсоном. Обо всем прочем в невзоровских средах на «Эхо Москвы» в среду в 21.05. Ну и, разумеется, живе, беларуси!